Никто из нас не идеален, у всех у нас есть какие-то особенности, которые некоторые женщины даже называют недостатки фигуры. У меня тоже есть определенные особенности фигуры, но о них очень сложно догадаться, потому что я это все умело закрываю одеждой. И поэтому этим приемом я тебя и научу. В моей жизни был период, когда меня постиг главный недостаток, который волнует девушек, это лишний вес. Я была, наверное, килограммов на 15 пополнее, и что я там делала? Прежде всего, если у тебя есть лишний вес, ты считаешь, что лишние килограммы, то можно справляться за счет ткани. Во-первых, ты должна знать несколько базовых правил, которые используются в стайлинге с помощью одежды. Что уменьшает объем? Во-первых, это темные тона. То есть, если у тебя есть проблемные зоны, включая в целом лишний вес, лучше предпочесть более темные вещи. Это не значит, что черные, но более темные оттенки, в отличие от светлых, будут скрывать твою полноту. Вторая вещь – это гладкая текстура. Потому что все объемные фактурные ткани, например, ткань букле, будут добавлять дополнительного объема. Поэтому для того, чтобы не создавать дополнительный объем и без того на полной фигуре, лучше ограничиться простой базовой гладкой текстурой. То есть, ткани чем проще, тем лучше. Однако при этом ткань не должна быть очень хлипкой, она не должна быть очень тонкой. Она должна создавать форму. И за счет того, что она создает форму, она будет подтягивать проблемные места, которые в полной фигуре однозначно есть. И третье правило относительно тканей. У тканей не должно быть ни блестящей, ни какой-то еще текстуры. Потому что, когда ткань блестящая, например, ткань ламе, она создает дополнительный зеркальный блик. И за счет этого тоже объект кажется полнее, объект кажется больше. Поэтому лучше предпочесть простые однотонные ткани. И не использовать принт, потому что определенный принт тоже сильно полнит. То есть, принт нужно уметь выбирать. И поэтому, если ты, например, выберешь крупные цветы, крупные узоры, это тоже все дополнительно будет создавать объем. Поэтому лучше однотонные гладкие ткани в темной гамме без принта. Как это сделать интересным? Несмотря на то, что здесь с точки зрения цвета, фактуры, ткани мы не можем добавить интереса. Мы можем сочетать несколько гладких интересных фактур. И за счет этого наш образ будет становиться интересным. Также, если у тебя есть лишний вес, то это однозначно стоит использовать в использовании аксессуаров. Потому что аксессуары, они работают в любом весе. И какие-то красивые ювелирные украшения, либо бижутерия придадут даже полной девушке вот эту особенную изюминку и сделают образ модным и дорогим. Поэтому ни в коем случае не игнорируй украшения. И ты можешь благодаря украшениям привлечь внимание к своим выгодным зонам. Потому что еще одно правило при лишнем весе звучит так, что мы привлекаем внимание к нашим достоинствам. И отвлекаем внимание от наших недостатков. Мы можем привлечь внимание к запястьям с помощью браслета. Мы можем подчеркнуть наше лицо с помощью макияжа и добавить какие-нибудь красивые бусы или другие ювелирные украшения в нашу портретную зону. Все это позволит создать ту самую нотку индивидуальности и интереса в образе и отвлечь внимание от других мест фигуры. Когда я была пополнее, я подбирала одежду с большим вниманием и интересом. Потому что силуэт очень сильно определяет твой внешний вид. Например, лучше использовать более строгие, более лаконичные фасоны для того, чтобы полнота не бросалась в глаза. И всякие вот эти дополнительные декоративные элементы, их лучше избегать. Потому что странно, на более полной, корпулентной женщине, которая однозначно ассоциируется с родительской фигурой, выглядят такие супер наивные, супер девчачьи элементы, типа какие-то рюши, юбки-валаны и все остальное. То есть это те элементы стиля, которые не стоит использовать. И поэтому лучше предпочесть такой более строгий, более деловой образ. Потому что он будет выглядеть чище на таком типе телосложения. Еще что я делала, мне было очень сложно подобрать одежду, когда я была на 15 килограммов полнее. Поэтому что я делала? Я заказывала вещи у портной, которые учитывали бы особенности моей фигуры. Но тем не менее вещи, которые ты можешь купить в магазине, которые тебе подойдут, их гораздо проще подогнать под твою фигуру с помощью портной, для того, чтобы создать вот этот вот хороший эффект, что вещь сидит по твоей фигуре, нежели чем надеяться, искать в обычных магазинах, что эта вещь сядет по тебе. Как правило, чем фигура полнее, тем сложнее подобрать такое силуэтное изделие на такую фигуру. И самая большая ошибка девушек с лишним весом, они пытаются скрыть этот самый лишний вес, хотя, ну, в принципе, для всех очевидно, что она не худышка. И они напяливают на себя огромный балахон, так что целиком, да, это все просто выглядит как просто, ничего не выделяя. И при этом такая девушка выглядит очень неуверенно, она выглядит как человек, который пытается себя спрятать. Для того, чтобы выглядеть стройнее, даже если у тебя лишний вес и полная фигура, не нужно целиком обволакиваться в балахон, нужно создать в твоей фигуре места акцента и места, от которых мы будем отвлекать внимание. Если у девушки хорошая талия, при этом, да, фигура в целом полная, но там выделяется талия, она может отдельно подчеркнуть талию. Она может использовать прием, надеть сверху жакет и в таком случае создать дополнительную длинную вертикаль, которая тоже позволит создать более стройную фигуру. Таким образом, не надо одевать один вот этот вот цельный балахон, нужно подчеркнуть узкие зоны, выгодные зоны. И такими зонами, чаще всего, я сказала, являются зоны запястья, зона талии, зона у лица. И если ноги хорошие, например, не нужно открывать верхнюю часть до икры, но тем не менее, если икры красивые, если выражена щиколотка, то в таком случае тоже можно надеть юбку формата до колена и тоже показать красивые ноги. Почему нет? Следующая особенность фигуры – это большая грудь. По поводу большой груди я уже делала отдельное видео, поэтому посмотри его, пожалуйста, если ты хочешь узнать больше лайфхаков. Но в целом ключевой прием – это не пытаться закрывать вот эту портретную зону шеи, потому что чаще всего в комплекте с большой грудью не идет самая длинная шея на свете. И так как грудь большая, она и так создает здесь такой большой массивный акцент. Самый выгодный вырез для тебя, если у тебя большая грудь – это V-вырез, такой глубокий, который бы открывал начало твоей груди. В таком случае ты сможешь создать фокус на декольте, красиво подчеркнуть эту грудь, либо если ты закроешь этот V-вырез выше, то в таком случае ты не будешь привлекать дополнительного внимания к груди, но за счет того, что у тебя открыта шея, эта зона будет выглядеть более выраженной, более вертикальной, и, соответственно, это не съест вот этот вот лишний объем в этой зоне и не создаст массивность в твоей фигуре. Но самое сложное в работе с большой грудью – это, конечно же, подобрать правильный бюстгальтер. Если у тебя не будет правильно подобранного, хорошо поддерживающего бюстгальтера, то все то достоинство, которым является большая грудь, просто обвиснет куда-то в район талии. Поэтому для того, чтобы не допускать типичных ошибок, которые делают обладательницы большой груди, переходи по ссылке в описании и скачивай мой чек-лист. Там я даю 5 ключевых точек, по которым ты сможешь понять, правильно ли подобран твой бюстгальтер. С большой грудью мы разобрались. Так что же делать, если у тебя маленькая грудь? Ну, если тебя это действительно беспокоит, то в таком случае можно просто воспользоваться пушапом. В этом нет ничего страшного, и правильно подобранный пушап не должен высвечивать отдельным контуром на твоей груди. Потому что чаще всего ошибка девушек с небольшой грудью состоит в том, что этот пушап отделяется от груди. Так вот, чтобы такого не допустить, нужно правильно подобрать пушап. Если у тебя в целом маленькая грудь и стройная фигура, то в этом нет ничего страшного. Самый лучший способ это скрыть, это просто создать акцент куда-то в другом месте. Ты с твоим телосложением вполне можешь себе позволить надеть мини-юбку. И никто не обратит внимания на твою грудь, когда в фигуре создан такой сильный акцент куда-то в другое место. К ногам у девушек тоже очень много претензий. Ну, первая и самая большая жалоба, это то, что ноги неровные, кто-то даже говорит, ноги кривые. И здесь я могу тоже поделиться своим личным опытом. Мне рассказали о том, что бывают разные деформации ног, и вот эти вот типичные ноги колесом или ноги крестиком, возможно, ты об этом уже слышала, это такая деформация ног, при котором они как раз непрямые. И с этим есть метод работы. Лично я ходила в спортзал, и мой тренер помогал мне выстраивать программы упражнений, которые можно делать для того, чтобы сделать ноги более прямыми. Как он мне объяснил, такая деформация, то есть, ну, как бы смещение либо по одному, либо по второму сценарию происходит из-за того, что у нас активированы неправильные мышцы, и из-за этого, для того, чтобы исправить эту деформацию, нужно расслабить определенные мышцы в ягодичной и в тазовой зоне. И поэтому, когда ты регулярно занимаешься, то есть, делаешь вот эти вот упражнения, даешь этим мышцам нагрузку, потому что это невозможно поправить просто лежа на столе у остеопата. То есть, мышцы, безусловно, можно расслабить, но просто они не закрепятся в этом нужном положении, которое нам нужно. То есть, по сути, нужно просто переучить твои мышцы, и тогда действительно происходит обратный эффект, то есть, ноги разворачиваются. И я лично на себе увидела этот эффект, когда ноги стали более ровными. Это такая более длительная стратегия, но, тем не менее, точно выигрышная. Вот у меня как раз ноги были в такую в X-образную деформацию, то есть, они не были кривые, но при этом они были смещены в сторону коленей, и дальше, ну, как бы расходились сильнее. Сейчас, ну, практически они стали прямые. И что, тебя напрягало? Меня напрягало? Да, нет, я не могу сказать. Наверное, тогда у меня был лишний вес, поэтому это была не самая моя большая проблема. Ну вот, ну и как бы в силу того, что вот, ну, как бы меня больше беспокоил вес, ну, я никогда не носила короткие юбки, поэтому, ну, в принципе, это и не было заметно сильно. Такую особенность ног можно скрыть с помощью длины юбки. Либо вообще, если тебя этот, ну, капитально не устраивает, потому что бывает разная степень вот такого искривления, если капитально не устраивает, то в таком случае можно вообще отказаться от юбок, да, которые никак не будут акцентировать эту особенность. Можно носить просто брюки, при этом брюки прямые, потому что любые узкие брюки только дополнительно будут акцентировать вот эту вот особенность фигуры. Поэтому никаких брюк скини, никаких узких брюк, носи классические брюки, и они будут хорошо это закрывать. Можно даже использовать широкие брюки, они сейчас в тренде, то есть, ну, как бы носи брюки. Есть еще такая анатомическая особенность, когда скапливается очень много массы где-то в районе колен. Кто-то даже забивает запросы в Google, как похудеть в зоне колен. Так вот, это тот самый случай. В таком случае, что можно делать? Ну, во-первых, здесь тоже есть упражнения, которые можно делать. Некоторые сумасшедшие девушки даже сразу делают липосакцию колен, так что кто-то и так преуспел. Но, тем не менее, как это скрыть с помощью одежды, тоже с помощью длины. Если прям совсем категорически не устраивает, то можно носить брюки, да, при этом то же самое про отсутствие узких брюк, что я уже рассказывала, оно тоже релевантно. Либо просто носить юбки слегка более длинные, например, юбки в формате миди, которые заканчиваются где-то в районе чуть ниже икры, будут прекрасным выбором для тебя, колени там будут незаметны, да, и никто не увидит вот эту твою особенность. На одном обучении я услышала, что красивые женские ноги – это три дырки. Одна дырка должна быть наверху в паховой зоне. И если у тебя такой дырки нет, то, ну, в принципе, это не настолько большая проблема. Конечно, в нижнем белье будет видно, но с другой стороны, как бы в одежде, это, в принципе, незаметно. Вторая дырка должна находиться в районе колена, то есть между ногами наверху должна быть дырка. Но в целом это настолько минимальная особенность, что если ты не собираешься свои ноги снимать в рекламе, то это мало кого будет парить. Поэтому и тебе я тоже советую расслабиться. И третья дырка должна находиться в зоне лодыжек. Потому что когда икры смыкаются, между лодыжками должна быть дырка. И эта дырка самая критичная, потому что ее больше всего заметно. Так вот, если этой самой дырки не существует, потому что полные лодыжки, есть такая особенность, она у англичан называется cankles. Это когда вот нет зоны лодыжки, и просто сразу вместо того, чтобы быть красивыми бутылками в зоне икор, ноги превращаются просто в таких два столба, и там нет никакой выраженной зоны лодыжки. Эта особенность, она довольно сложно скрывается, и поэтому помимо одежды тебе стоит еще подбирать обувь. Таким образом, чтобы не подбирать ботильоны, чтобы они не резали вот эту зону, потому что они дополнительно будут это акцентировать. Лучше предпочесть сапоги, причем сапоги, которые не обтягивают форму ноги, потому что вот эта вот зона лодыжки будет очень сильно заметна. Наоборот, если у тебя красивые лодыжки, то туда можно привлекать внимание, и брюки 7 восьмых, которые тоже создают дополнительный акцент, хороший выбор для тебя, но если опять же эта зона лодыжки не читается, то откажись и от укороченных брюк длиной 7 восьмых. Теперь переходим к финальному нашему филейному блюду, и это попа. Какие недостатки бывают у попы? Так вот, попа может быть слишком большой, то есть такая фигура типа грубша, и попы может быть мало, а еще она может быть плоской. Так вот, что же делать в случае таких проблем? Если попа очень большая, при этом выражена в фигуре талия, то это совсем не проблема, это просто нужно акцентировать другими вещами, доставлять акценты в верхней части фигуры, например, носить жакеты с подплечниками, которые помогут это уравновесить, подчеркивать талию, и саму попу скрывать, например, юбками фасона солнца, либо юбками, которые силуэты трапеция, а линия, все то, что тебе нравится, потому что с такой особенностью фигуры девушки бывают стройные, девушки бывают пополнее, сами по себе такие юбки покроя, а линия не дадут дополнительного объема. Кроме того, не стоит носить ничего такого, что режется в этой самой зоне бедер, например, не стоит носить туники, которые кончаются где-то в районе бедра, не стоит носить удлиненные жакеты, ты можешь продлить линию жакета еще ниже, но не режь ее в самой полной зоне, которой являются бедра. Если нету попы, или если попа плоская, то здесь хорошо помогут вещи, которые за счет своих карманов помогут эту самую попу структурировать. Хороший выбор это джинсы, у которых карманы сближены, и за счет этого они подтягивают попу. Кроме того, хорошая вещь это просто носить вещи с завышенной талией, потому что на фоне завышенной талии бедрам в любом случае создается объем. Поэтому если попы нет, то в таком случае можно завысить линию талии. И тогда это будет выглядеть так, как будто разница объемов создаст тебе линию бедра. А джинсы пушап работают? И джинсы пушапы, вот эти леггинсы пушапы, это такие специальные леггинсы, которые специально за счет линии шва скроены таким образом, что они облегают попу. То есть они подтягивают. То есть там такая специальная резиночка встроена, которая вот это все подтягивает. Ну как бы, да, это работает, но как бы бесконечно, естественно, в этом ходить невозможно. Еще есть такая любопытная портновская особенность, что можно просто вот эту зону попы подшить, как делают в юбках ГД, то есть немножко сделать попу, они говорят, попу рюмочкой сделать, то есть немножко вот эту зону ушить, и за счет этого линия попы тоже округлится, просто за счет переделки. В этом видео я прошлась буквально по верхам, рассказала о самых типичных недостатках, которые девушки обвиняют. Поэтому если о чем-то я еще не рассказала, и тебе этого не хватило, пожалуйста, напиши об этом в комментариях, если тебе чего-то не хватило, и ты хочешь узнать, как работать с твоим недостатком, я сниму об этом следующее видео. С тобой была Алина, эксперт по подбору белья. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и до встречи!